Школьные тетради, учебники, ручки на лето отодвинуты в сторону. В руках тяпки, рассада и лейки. На смену мозгового штурма пришла физическая работа. В 79 школах Владивостока начались трудовые будни для школьников. Дело это добровольное и прибыльное. В течение июня в бригадах будут работать более тысячи учеников 14-17 лет. Трудоустройство, кстати, официальное. Первый рабочий день для школьников-тружеников начался с инструктажа о технике безопасности. После все предупрежденные и вооруженные инвентарем двинулись на борьбу с сорняком и высадку цветов. Кроме озеленения пришкольных территорий, ученики займутся школьными библиотеками и подготовят учебные классы. Рабочая смена длится две недели, а их количество в каждой школе разное. Многие ребята, даже из достаточно обеспеченных семей, ценят свой заработок, свой вклад в семейный фонд. За две рабочие недели по четыре часа в день ребята получат свои первые честно заработанные деньги – 3000 рублей. Трудоустроиться в ремонтные бригады школьники могут двумя способами. Подать заявление директору своей школы, либо в центре занятости населения города. Алина Черненко, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.